Бюджетные ТВС наушники с поддержкой фирменного приложения, технологии гибридного активного шумоподавления до 40 дБ, функции прозрачности, динамическими драйверами на 12,4 мм, системы из 4 микрофонов и технологии шумоподавления на базе ИИ во время звонков, время автономной работы до 7 часов на одном заряде наушников и до 38 часов вместе с кейсом. Обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Redmi Bud 6 Lite. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой коробке из тонкого картона. Разумеется, на ней есть изображение, название и краткая информация о модели. В комплекте мы имеем кейс, наушники, краткое руководство. Габариты кейса с наушниками вы можете наблюдать на экране. Вес же одного наушника 4,1 грамма, а вес кейса 38 граммов. Звуковод у нас овальной формы, довольно крупной, с обыкновенной сеточкой, но не длинный. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше пяти слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого еще iPhone 16 на Новый год разыгрываю. Перейдем же к наушникам. По розыгрышу iPhone 16 условия в ролике по ссылке в описании. В продаже имеется черная, белая и голубая расцветка данной модели. Кейс имеет квадратную форму с закругленными краями. Выглядит он интересно. Лично мне дизайн нравится. Как качество материалов. Корпус кейса выполнен из очень тактильно приятного пластика. Собран кейс хорошо. Потертости и царапины быстро он не собирает. Из-за своих немаленьких габаритов в кармане кейс будет слегка мешаться. Далее. На корпусе расположили надпись Redmi, разъем Type-C, кнопку для сопряжения и лет-индикатор в виде полосы. Открыть одной рукой кейс можно без труда. Крышка в открытом состоянии фиксируется, за что отдельный плюс. Шарнир здесь пластиковый и люфт у крышки есть, но минимальный. Хлопок при закрытии кейса звонкий. Внутри же расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в кейсе не гуляют и вытряхнуть наушники с закрытой крышкой кейса довольно сложно. В целом, как и с открытой. Извлекать наушники из кейса не совсем комфортно, но приноровиться можно. Переходим к наушникам. Наушники выполнены из глянцевого пластика, а дизайн слегка напоминает модель 6 Актив. Собрана же модель не лучшим образом, в этом плане минус. Посадка здесь комфортная, ножки короткие, что для многих будет плюсом. При длительной носке уши не устают и наушники в ушах сидят плотно. Во время пробежки из ушей они не вылетают, но изредка необходимо их поправлять. Далее на корпусе расположили по два контакта для зарядки, четыре микрофона в общей сумме, маркировку left и right и сенсор на области для управления. Из команд на борту плей паузы, переключение треков, ответ сброс вызова, регулировка громкости, вызов голосового ассистента и переключение между режимами шумоподавления. Одиночный тап включается в приложении, настроить же тапы возможность есть. Некоторые команды сопровождаются системными звуками, и удобно, что есть возможность одновременно использовать все команды, но на тапы наушники откликаются не всегда корректно. Далее наушники оснащены динамическими драйверами на 12,4 мм, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, к плюсам отнесу, что данная пара поддерживает технологию активного шумоподавления до 40 дБ, и функцию прозрачности, плюс данные функции могут работать даже с одним наушником. С включенным ANC в наушниках слышен легкий белый шум, но в целом само ANC справляется со своей задачей неплохо. Не скажу, что это лучшее ANC за свою стоимость наушников, но однозначно неплохое. Функция прозрачности отрабатывает достойно, можно без проблем разговаривать с собеседником, не снимая наушники даже на улице. Из полезного до борту есть вкладка с четырьмя предустановленными эквалайзерами и даже десятиполосным кастомным эквалайзером. Предустановки настроены неплохо, выбрать что-то да можно, но вот на персонализацию звука с помощью кастомного эквалайзера наушники откликаются с небольшим трудом. Далее, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. Модель автоматически подключается после открытия крышки кейса с ранее сопряженным устройством, ко всему BAT6 Lite поддерживают функцию Google Fast Pair, но вот датчиков обнаружения мультипоинта нет, что неудивительно. Далее, емкость аккумулятора кейса 480 мАч, а емкость аккумулятора одного наушника 45 мАч. Полный цикл зарядки кейса около двух часов, а наушников от кейса не больше 1 часа 20 минут. Отыграли наушники на 65% громкости по кодеку AAC 5 часов 55 минут, что в целом является неплохим результатом, и заявленные 7 часов на 50% громкости отыграть данная пара сможет. С кейсом же наушники прослужат около 35 часов, а 10-минутная быстрая зарядка позволяет прослушивать музыку еще в течение полутора часов. Далее. Информации о водонепроницаемости нет, так что я не советую с ними прогуливаться под дождем, но я же решил для теста их окунуть в воду на 30 секунд, мой экземпляр не пострадал, в принципе у меня еще ни одни наушники за 7 лет не погибали от этого, но отмечу, что все тесты проведены были до утопления, как и запись примера микрофона, и такое делать нельзя. Летим дальше. Xiaomi Redmi Bud 6 Lite подключается к приложению Xiaomi Eabuds, приложение из заряд наушников в процентах, за что плюс, и кроме уже перечисленного мною ранее, в нем можно воспользоваться поиском наушников и обновить прошивку, но мне обновления еще не прилетали. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, с кодеков на борту только AAC и SBC, через одну стену они не отваливаются, как и через две стены, но на улице частенько проявляются фризы. Задержка на ютюбе незаметна, в играх же задержка более заметна, но играть возможно. Пример вы сейчас увидите на экране. Микрофоны же отрабатывают так же, как и в музыке. Модели 6 актив, и для данной ценовой категории они не совсем мрачные. Но лично я не стал бы разговаривать через микрофоны в наушниках, находясь на улице или в шумном месте, только если бы находился в тихом помещении. В целом, примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Redmi Bud 6 Lite. Как бы вы не предполагали, что у вас беспроводные наушники будут у микрофона работать волшебно, для этого все равно необходимо соответствующее помещение. Лучше микрофонов в ваших телефонах нет ничего. Звучание хорошее для современной музыки, как и для бюджетных ТВС наушников. Очень даже хорошее. Бас плотный середина, проработано отлично. Высокий звучат приятно, опять же, учитывает стоимость, но невыразительно. Как по мне, им слегка не хватает акцента, опять же, не во всех композициях. Звук однозначно басхедный, но при этом неплохо сбалансированный. Из минусов, как по мне, можно слегка аккуратнее оформить наушники, так как в стыковочных местах есть излишки пластика, нет мультипоинта, а также сенсорное управление слегка требует доработки. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмирую. Беспроводные наушники Xiaomi Redmi Bud 6 Lite. Отличные наушники, учитывая стоимость. Рассматривать их, если вам нужен бюджетный вариант, однозначно можно. Плюс от меня за звучание, за ANC и функцию прозрачности, за поддержку фирменного приложения и автономность. От меня девайсу однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.